Здравствуйте! В эфире программа «Диалог». О том, какую помощь оказывает людям Красный Крест, предлагаю поговорить сегодня. Присоединяйтесь! Алла Викторовна Смоляк. Председатель Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста. В 2007 году окончила Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации по специальности экономика и управления на предприятии. Трудовую деятельность начинала в 1990 году помощником воспитателя в детском саду. Работала на стеклозаводе «Неман» и в структуре гомельского предприятия «Облторгсоюз». В 2001 году возглавила Новобелецкую районную организацию Белорусского общества Красного Креста. Нынешние должности с 2003 года. Вопросы, которые касаются деятельности областной организации Красного Креста, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340-043. Свои сообщения вы также можете отправить в Вайбер. Номер плюс 375-29-340-043-3. Здравствуйте, Алла Викторовна. Рада видеть вас у нас в гостях. Здравствуйте, Ольга. И по традиции, которая же сложилась в этом году, в начале нашей программы, мы коротко представляем анонс событий, которые ожидаются на этой неделе. Давайте посмотрим. В понедельник, 4 февраля, в соответствии с планом комплексной проверки боевой и мобилизационной готовности, в Гомельской области завершилась отправка Вооруженной силы Республики Беларусь военнослужащих, находящихся в запасе. Службы и ведомства в эти дни анализируют результаты работы в минувшем году. Во вторник, 5 февраля, состоится заседание Президиума Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста. В среду результаты работы по выявлению неиспользуемых объектов недвижимости подведет комитет Гомель обл. имущества. В четверг итоговые коллегии проведут Главное управление здравоохранения и областной комитет БРСМ. В пятницу, 8 февраля, в Речице подведут итоги 7-го открытого районного фестиваля конкурса детского творчества «Золотая нота». В Гомеле в субботу состоится галоконцерт 4-го международного фестиваля света «Гольф-19». А в Мозыре дадут старт семейному проекту «Папа-зал», который позволяет отцам и детям активно и полезно проводить время вместе. Эти и другие новости вы увидите в информационных выпусках на «Беларусь-4 Гомель». Алла Викторовна, а какие новости интересны вам? Ну, я люблю различные новости. Меня интересует как общественная жизнь, так и политическая жизнь, экономическая ситуация у нас в стране. Ну, и различные такие передачи, которые связаны с семьей, с детьми. Каким источникам информационным привыкли доверять? Есть какие-то? Ну, я обычно просматриваю все информационные каналы, как и видеосюжеты на «Беларусь-4», «Люблю ОНТ», «Люблю НТВ» смотреть. Ну, безусловно, гомельское телевидение в приоритете. Спасибо большое, что смотрите нас и цените. Лозунг Международного комитета Красного Креста везде и для каждого. Уже больше 150 лет он оказывает помощь людям. Сколько человек сегодня в рядах областной организации? У нас в областной организации 44 штатных сотрудников, 2500 волонтеров Красного Креста, это 176 команд волонтерских. И, конечно же, наши первичные организации. Их в области насчитывается 1546 и более 200 тысяч членов общества. Члены общества, как известно, это человек, уплативший 2 рубля 50 копеек один раз в год. Это тот человек, который разделяет цели и задачи Красного Креста. Ну и, конечно, максимальный членский взнос, который тоже уплачивается нашими членами Красного Креста. Это 1% от среднемесячной заработной платы. У нас таких людей тоже много. В основном это учреждения здравоохранения и образования. Как появляются новобранцы в ваших рядах? Это люди, которым просто довелось поучаствовать в каком-то проекте, и они потом хотят присоединиться? Ну, если говорить о волонтерах, то это те ребята, которые, собственно говоря, задействованы у нас в различных проектах, которые разделяют цели и задачи Красного Креста и участвуют как в национальных каких-то проектах, так же и на международном уровне. Спасибо, Алла Викторовна. Участвуете ли вы в благотворительных проектах? Мы провели опрос на эту тему. Давайте узнаем, что думают об этом гомельчане. Я считаю, что нужно благотворительностью заниматься. Ну, а я смотря, что считать благотворительностью, получается, что и помогаю людям. Постоянно занимаемся благотворительностью и работаю в Театре кукол, проводим благотворительные мероприятия, особенно в новогоднюю кампанию. Очень много у нас благотворительных совместных делов и мероприятий с детским фондом, с Красным Крестом, с епархией и прочими организациями. Я участвую таким образом. Вот по телевизору идет реклама детям помогать, по 3 рубля отправлять. Я иногда в месяц отправлю 9 рублей, 12 рублей. Если один ребенок, то по 6 рублей. Я принимала участие, сын принимал, и я давала у Ледовый дворец, там для детей на новогодние праздники носили мы. А вот так больше не занималась, больше уже. А что носились? Игрушки, мягкие конфеты и фрукты. Всегда на Новый год я детям из детского дома передаю какие-то подарки и считаю, что это благородное и нужное дело. Благотворительностью, конечно, нужно заниматься. Особенно тем людям, которые имеют возможность это делать. Вот. На что деньги давать? Во-первых, бедным семьям. Вот. Детям, инвалидам. И на благотворительность города Гомеля, чтобы была чистота, порядок. Очень даже нужно. Если вот так вот день не позволяет, я с удовольствием имею этот вопрос. Я и физически помогаю, и, ну, что-то по мере возможности на пенсии сильно не раскошелишься, это очень нужный вопрос. У нас очень слабо, по-моему, мне кажется, развита благотворительность. Насколько я так вот слышу. Неоднократно приходилось заниматься. Ну, я считаю, что она конкретно-конкретно направилась. Вот как на какой-то конкретный адрес, имеется в виду, человек. Вот года два назад, смотри, какую хорошую сумму, которая получилась совершенно случайно. Отправили конкретно детский дом на конкретного человека. И, соответственно, что он ее и получил, потому что мы проверили потом. Ну, конечно, это нужно делать и заниматься. А как? Не то, что у тебя есть лишние деньги, а то, что как у тебя голова с сердцем работают, считаешь, что человеку нужно помочь. И за это нужно помочь. Посмотрите «Диалог». Мы говорим сегодня о работе Красного Креста. И к нам с Аллой Викторовной присоединяется наш телезритель. Здравствуйте. 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 Слушаем вас. Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Сергей. У меня такой вопрос. Как можно стать волонтером Красного Креста? Что-то для этого надо сделать и куда можно обратиться? Вы хотели бы стать волонтером, Сергей, да? Да, да, да. Спасибо большое за ваш звонок. Алла Викторовна, вопросы начали уже поступать и на наш портал на Вайбере. Волонтеры. Очень радостно. Самые главные люди в любой гуманитарной организации. Очень радостно слышать, что я так полагаю, что молодой мужчина, молодой человек захотел стать волонтером. По месту жительства в районную организацию Белорусского общества Красного Креста, там, где вы проживаете, личное желание. Там у вас примут заявление, выдадут удостоверение волонтера, и вы можете уточнить, в какой отрасли, в какой направленности вы будете работать у нас. Действительно, это работа, потому что время отдавать вот даже час-два там в неделю, два раза в неделю, это дорогого стоит. И люди жертвуют своим личным временем для того, чтобы вот попасть к нам и работать у нас волонтером. Волонтеры – это бескорыстные люди, которые по зову сердца, по зову души могут прийти к нам в любой рабочий день, в районную организацию, можно в областную организацию на Пролетарскую 9. И мы с радостью выслушаем вас и с радостью примем наши ряды. Люди с огромным сердцем, которые отдают свое время, свои силы на помощь другим, без которых вам бы, конечно, очень много бы не удалось сделать. А сейчас вот в каких проектах участвуют волонтеры? Ну, у нас есть отряд быстрого реагирования, в котором 15 молодых ребят и девушек состоят. Это отряд, который выезжает на различные чрезвычайные ситуации, которые помогают нам, когда вот разлив рек, озер, когда мы половодие, мы наблюдаем в Петрикове, в Житковичах, доставляют, значит, и одежду, и продукты питания. Совместно мы эти мероприятия проводим с МЧС. И этот отряд демонстрирует навыки оказания первой помощи. У ребят, которые состоят в отряде быстрого реагирования, есть сертификат европейского, значит, образца, который они получают, пройдя курс первой помощи. Ну, и, конечно же, мы гордимся теми волонтерами, которые непосредственно каждым днем своей жизни доказывают, что они нужны обществу, краснокрестному движению, и они по месту своего проживания могут в районной организации любое направление. Это уход за стариками, это и медико-социальный уход, вот как волонтеры у нас медицинского колледжа, медицинского университета. Создают различные группы и помогают как пожилым, так же и многодетным семьям. То есть любой человек может найти для себя ту сферу, в которой бы хотел проявить свои способности, свое умение, чему-то новому научиться. Главное, не бояться, не стесняться прийти и заявить о себе. Прийти, заявить, и мы примем свои ряды. Алла Викторовна, вообще, как Вы считаете, насколько люди, простые люди, обычные жители Гомельской области, отзывчивые на чужую беду? Сто процентов убеждена, что в Гомельской области проживают самые отзывчивые люди. Ну, вот приведу вот один пример. Когда случилась у нас война в Луганской и Донецкой области. И когда у нас было очень много перемещенных лиц из Луганской и Донецкой области. Как мы вовремя среагировали? Мы первые в стране откликнулись на беду братского народа и стали им помогать. Не только этот момент можно приводить, а и другой момент. Любой праздник не обходится без того, что наши гомельчане, как в городе, так и в области, умеют жертвовать свои деньги на благотворительные мероприятия. Мы видели в сюжете, что очень много, массу благотворительных мероприятий мы проводим к каким-то значимым датам. Это и Новый год, и День матери, 8 марта, 23 февраля. Также различные другие мероприятия. И без помощи жертвователей наших, без помощи неравнодушных людей сложно было бы за членские взносы приобретать и подарки, и честовать кого-то. А мы это делаем каждый раз, посещая и дома-интернаты, и больницы Сестринского ухода. Выезжаем с нашими волонтерами, устраиваем концерты небольшие и дарим праздник, как постояльцам, так же, мне кажется, и себе. Алла Викторовна, есть телефонный звонок у нас на линии. Давайте узнаем, что интересует нашего телезрителя. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Здравствуйте, Татьяна. Я хотела бы поинтересоваться. Я слышала, что можно обучение первой помощи как-то пройти в Красную Кресту. Что для этого нужно и куда можно обратиться? Спасибо большое за звонок, Татьяна. Вот. Человек интересуется. Дело в том, что обучение первой помощи, действительно, у нас есть ознакомительный курс двухчасовой без предоставления различных сертификатов либо удостоверений. Есть у нас курс восьмичасовой, значит, в котором могут получить этот сертификат люди, члены Красного Креста, которые обратятся к нам. И шестнадцатичасовой курс, он сейчас создан у нас предприятие в Минске, с которым можно заключить договор. Это он возмездный курс, создано предприятие, которое предоставляет уже платные услуги по оказанию, по изучению первой помощи. Поэтому, если Татьяна заинтересуется, можно к нам обращаться на Пролетарскую 9, вот, и мы объясним досконально. Либо она одна пожелает пройти этот курс, либо она пожелает пройти этот курс, возможно, от твоего предприятия. Будет еще какая-то группа, либо она берется там целый класс. Тогда будем заключать договор с предприятием наказания данного вида услуг, и мы тогда сможем предоставить тренера, который грамотно им будет преподносить первую помощь с выдачей европейского сертификата. Спасибо большое за столь подробный ответ. Алла Викторовна, я хотела бы продолжить тему, которую мы уже немножко начали. Это помощь вынужденным переселенцам из Донецкой и Луганской областей. Сколько сейчас у нас проживает таких граждан? Если говорить всех граждан Украины, по данным Управления по гражданству и миграции, Гомельского госполкома проживает 7,5 тысяч украинцев. Из них, Луганская, Донецкая, это около 2 тысяч украинских граждан. Это те, которые попросили у нас, значит, дополнительной защиты, либо уже получили вид на жительство. На данный момент помощь оказывается со стороны Красного Креста тем людям, которые наиболее уязвимы. Это мамы с детьми, которые приехали к нам из Луганской и Донецкой областей. Это старики, это инвалиды. Все те уязвимые группы, многодетные, которые пользуются какими-то преференциями. Люди обращаются к вам, либо вы их с самого начала курируете? Мы с самого начала курируем. У нас, конечно, ни одна семья не осталась без внимания из Луганской и Донецкой области. Под еидой Международного комитета Красного Креста. Этим людям каждые три месяца выдаются ваучеры. Вот один ваучер – это 100 рублей. Мы, например, в 2018 и сейчас в этом году выдано 1347 ваучеров. Ну вот понимаете, скольким людям мы оказали помощь. И хотелось бы рассказать еще о тех субсидиях, которые мы предоставляем тоже по линии Международного комитета Красного Креста. Это на поддержку малого бизнеса перемещенным лицам из Украины. Так вот, таких у нас, получается, мы поддержали где-то 87 инициатив. Номиналом вот одна инициатива – 800 долларов. Это что значит малый бизнес? Это могут быть семья, которая занялась сельским хозяйством, приобретли крупнорогатый скот, либо животноводчество другого, там, какой-то, значит, лошадь, либо мелкорогатый скот. Значит, и плюс еще мы обеспечивали теплицами, какими-то мотоблоками, чтобы они могли свое сельское хозяйство сами лично обрабатывать, продавав его, получать себе доход. Он хоть небольшой, но это очень значимо для тех лиц, которые приехали к нам. Это поддержка их семье и для того, чтобы они не были иждивенцами. Да, им на самом деле это и не нужно. Им нужно, чтобы была возможность работать и зарабатывать. И я думаю, что они благодарны за то, что их поддержали в этом желании. Алла Викторовна, у нас есть вопросы от нашего зрителя. Здравствуйте. Добрый вечер. Слушаем вас. Меня зовут Алексей. Я хотел бы уточнить, куда я могу привезти вещи. У меня очень много новых вещей, также детских, взрослых. Куда я могу привезти эти вещи? Спасибо большое. Спасибо. Вопрос, который уже к нам пришел и на наш Вайбер. Куда вещи хорошие, которые можно еще кому-то отдать? Значит, что люди не выбрасывают, а действительно у нас и в городе Гомеле установлены 4 контейнера. И по области всего их 22 контейнера. Ну, я хочу сказать, что у нас в республике этот опыт был изначально у нас опробирован. Это возле районных организаций стоят контейнера, на которых наклеен красный крест. Единственное требование, чтобы и вещи, и обувь, и игрушки детские были чистые. И вы круглосуточно можете посмотреть у нас на сайте адреса районных организаций. И возле каждой районной организации установлен контейнер, который не зависит, как вы работаете. Вечером вы можете, утром всегда в контейнер вы можете оставить. А мы передадим эти вещи людям. Ну, и если уже тема затронута про контейнера наши, то можно сказать, что в сравнении мы получили в прошлом году 60 тонн из-за рубежа, вещи БУ отдали. А через нашу систему, то есть через контейнеры, мы 39 тонн собрали только за год. От наших людей? От наших людей. То есть наши сейчас вещи очень хорошие, качественные, и люди, если ребенок вырос, могут передавать в Красный Крест, а мы уже передадим тем людям, которые в них нуждаются. Увеличивать количество контейнеров не планируете в ближайшее время? Потому что есть такие вопросы, можно ли установить на определенные улицы, на улице Свиридова можно ли установить контейнер. Ну, это ведь не просто контейнер, да? Да. Контейнер еще и денег стоит? Контейнер стоит денег. Иногда, значит, Коммунтранс у нас устанавливали и бесплатно, иногда за плату, иногда за символическую плату. Ну, я полагаю, что, конечно, этот опыт нужно расширять. Вот. И как только у нас появится, может, лишняя копеечка, лишние копеечки никогда не появляются, если, может быть, спонсоры какие-то, то мы, конечно, бы хотели бы увеличивать их количество, и в городе Гомеле 4, это очень мало. Да, на городе. Хотя бы по два контейнера в каждом районе, в центральном районе, например, это тоже скопление людей, и у нас мы видим по выемке. Этот контейнер, он пользуется спросом, и раньше вынимали, значит, раз в неделю, сейчас уже два раза. И мы видим, что заполняемость его с каждым разом все прибавляется, поэтому они востребованы, они нужны, может быть, найдутся спонсоры. А у нас прибавляется сообщение на наш вайбер, причем они полны благодарности за доброту, за отзывчивость, за помощь, за помощь с ваучерами, за помощь с трудоустройством и с покупкой оборудования. Спасибо. Помощь есть благодарность сотрудникам железнодорожного Красного Креста особо. Как могу стать волонтером, спрашивает девушка, которая к нам присоединилась, уже об этом мы немножко говорили. Обратитесь в районную организацию. В районную организацию Красного Креста или в областную, вас везде примут, и мы очень будем счастливы, что к нам волонтеры придут новые. Огромную благодарность хочу выразить этой прекрасной женщине за работу и милосердие. Это женщина с большой буквы и с огромным сердцем. Такое сообщение пришло в ваш адрес, Алла Викторовна Низки. Поклон вам, с уважением, семья Никишиных. Это вот была благодарность за ваучеры и за оборудование. Хорошо, продолжаем нашу беседу. Новая программа, которая работает в этом году, это выдача медицинских страховок. Расскажите, пожалуйста, как вам удалось. Это ведь тоже дорогостоящее очень. У нас, получается, медицинские страховки, они покрывают те расходы, которые переселенцы могут затратить в ходе какого-то медицинского исследования. Возможно, что, обратившись к врачу, полечить зубы, провести какую-то платную операцию. Мы страхуем людей, и вот на нашу область, получается, мы 250 карт оформили, значит, медицинского страхования. Ну, забегая вперед, хочу сказать, что одна карта стоит 198 рублей. Эту помощь нам предоставил Международный комитет Красного Креста. И эта помощь очень такая востребованная. Трудно предугадать, чем заболеет человек, с чем он столкнется в своей жизни. Поэтому, наверное, вот эта мера, она крайне необходима была. Ведь страховка, она предостерегает от каких-то лишних трат. А траты эти можно направить на благое дело для своей семьи. Вот, поэтому страховки эти очень актуальны. Наши граждане, которые приехали из Луганской и Донецкой области, нам благодарны за эти страховки. Ну, и, конечно же, мы будем мониторить и смотреть, кто воспользовался. Хорошо, когда не воспользуются этими страховками, и они не нужны. Тогда нету беды, и незачем бежать в поликлинику, в больницу. Но если такое случится у них, они уже застрахованы, и они могут обратиться в качестве страховки за данными. Ну, более ценной помощи, мне кажется, не существует, чем именно в такой ситуации, когда люди отрезаны от своего привычного окружения, места жительства. Безусловно, к этим людям. И есть люди, которые готовы сделать вот такой подарок. Алла Викторовна, есть у нас на линии звоночек. Здравствуйте. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Вас беспокоит, получается, переселенец Украины. В городе Гомель. Хотел выразить благодарность Красному Кресту. Получается, с 2014 года, как приехал сюда в Гомель, Красный Крест на протяжении всего времени, он давал большую поддержку. Ваучеры, это жизненно необходимо, что нам вот было. Потом проект, который 800 евро. дал большой стад, как бы, мне и моей семье. Хочу выразить им такое большое благодарствие и пожелать успеха, развития. Спасибо. Очень молодцы. Спасибо большое. Спасибо большое за звонок, за то, что вы позвонили, за то, что вы сказали. Людям очень приятно, я думаю, тем, кто работал с вами. Мы тоже желаем вам успеха, и чтобы помощь вам уже не требовалась, а вы сами могли кому-то помогать в трудной ситуации. Ну что, Шалла Викторовна, давайте, наверное, посмотрим уже сюжет. Давайте. У нас есть сюжет о кризисном центре, единственном в стране. Кризисный центр Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста открылся 26 декабря прошлого года. На сегодняшний день это единственное подобное учреждение в республике. Официально его задача звучит как социализация лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. На практике это конкретная помощь людям, которые сами хотят вернуться к нормальной жизни. В день приезда нашей съемочной бригады в центре находились пять человек. У каждого своя нелегкая судьба, подробности которой далеко не каждый хочет рассказывать. Более охотно говорят о планах и надеждах. Леониду Тимошенко за 60. Хочет найти работу в сельской местности с предоставлением жильян. Говорит, что лишним в хозяйстве не будет. Из пяти проживающих в кризисном центре мужчин Вячеслав Климович пришел сюда последним. Юрист по образованию в последнее время работал охранником в различных магазинах Гомеля. Сегодня работники центра помогают ему трудоустроиться вновь. Что пришлось пережить этому человеку, знает только он сам. Пожалуй, самое тяжелое – понять, что ты остался один и сделать выбор. Для меня лично больше было в моральном плане сюда попасть. Именно осознать тот момент, что на данный момент тебе негде, грубо говоря, жить. Кризисный центр Гомельской областной организации «Белорусское общество Красного Креста» рассчитан на 10 мест. Причем принимают сюда как мужчин, так и женщин. Условие одно – человек сам должен хотеть вернуться к нормальной жизни. Это не ночлежка для бездомных, а учреждение, где оказывают реальную помощь людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. Мы никому не отказываем, но так как они обращаются, мы рассказываем наши правила, порядок наш. И тот, кто хочет социализироваться, тот и остается. Тот, кто не подходит к нашим условиям, они не возвращаются к нам. Александр Чистяков – воин-афганец, бывший сержант Советской армии. После демобилизации работал на предприятиях Гомеля, затем переехал в Россию, сейчас вновь вернулся в Беларусь. По его словам, сегодня живет только на обезболивающих и ожидает решения медиков об установлении второй группы инвалидности, что позволит получать более высокую пенсию и жить самостоятельно. Нынешний в 160 рублей хватает только на лекарства. В кризисном центре ему предоставляют временное жилье и питание. В разговоре с журналистами Александр Чистяков говорит, что его все устраивает, однако одно пожелание все-таки озвучивает. Нужно создать какой-то фонд наличных денег, чтобы был у руководства именно этого, скажем так, центра, который давали, человек выходит работу искать или по направлению, ему там говорят, что вроде там-то и там-то берут, а у него не за что проехать, не за что доехать. Там продуктами чем-то помогает и Красный Крест или и население. А мелочи купить там для того, чтобы готовить того же лаврового листа, там, отнопасты, еще что-то. Этого нет и денег на это нет. Чтобы был какой-то свой фонд. Нельзя сказать, что проживающие в Гомельском кризисном центре имеют какие-то значительные проблемы с продуктами питания. Все расходы берет на себя областная организация Белорусского общества Красного Креста. Однако от спонсорской помощи здесь тоже не откажутся. А еще в центре обращаются с просьбой ко всем руководителям предприятий быть более внимательным к людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. Люди, когда приходят сами, на такую замечали тенденцию, да, они обращаются, их не слышат. Когда уже идем мы с ними, тогда уже идут все-таки нам навстречу. Из-за этого хотелось бы, чтобы люди все открывали двери. Потому что люди хотят вернуться в социум, а одни мы не сможем им помочь, чтобы и другие предприятия, к которым они обращаются под это устройство, тоже шли навстречу нам. Вы смотрите «Диалог». Председатель Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста Алла Смоляк у нас сегодня в гостях. У нас есть телефонный звонок на линии. Здравствуйте, мы слушаем вас. Алло? Мы вас слушаем. Пожалуйста, не прерывайтесь, говорите. Не прерываюсь, уважаемая Алла Викторовна. Вам звонит Нарья Федоровна, жена Валерия Степановича Шухшина. От имени себя и его я вам передаю огромную признательность и благодарность за ту необыкновенную, прекрасную помощь, которую мы получили от вас, от организации Центрального района Аллы Викторовны. За это время, когда мы обратились к вам, мы получили огромное моральное удовлетворение за то, что нашлись люди в нашем городе, которые так искренне, так сердечно поняли нашу беду, наше горе. Куда только я не прощалась, какие только организации я не стучалась, все было глухо. И только вы, вы одна единственная, по-настоящему поняли, что беда пришла к нам и очень большая. Поэтому я думаю, что не хватает даже слов, чтобы сказать все то, что у нас в душе с ним. Вы же сами понимаете наше состояние и знаете это. В течение этого времени мы ее получали от ваших сотрудников, от волонтеров, которые приходили к нам, от тех людей, которые искренне и сердечно хотели нам помочь. Поэтому я хочу пожелать вам и доброго здоровья, и успехов в дальнейшей вашей благотворительной, прекрасной деятельности на благо людей. Мы часто следим в передачах по гомельскому телевидению и по радио о вашем большом, я бы сказала, гражданском подвиге по отношению к людям, которым вы помогаете. Поэтому нужно, чтобы как-то получилось так, чтобы наши местные власти тоже подключились, не только простые люди к оказанию вам помощи, но и местные власти помогали этой прекрасной благотворительной организации, поскольку история Стала Красного Креста уходит далеко-далеко в прошлое и имеет много очень положительных факторов. Спасибо огромное. Спасибо большое. Искренний вам привет и пожелание от Валерия Степановича. Спасибо. Здоровья вам и силы на долгие-долгие годы, и успехов во всех ваших делах. Спасибо большое за звонок, за теплые, такие искренние слова. Но я думаю, что без поддержки как раз местной власти тоже очень многие проекты бы не могли осуществиться. Конечно, конечно, нам помогает и городсполком, и областной исполнительный комитет. Вы все знаете, что возглавляет нашу организацию, председатель президиума, это Владимир Александрович Привалов, который наставляет, который наш наставник во всех делах. Поэтому, конечно, без органа власти не обойтись. И все эти задачи и проблемы, которые перед нами ставит жизнь, они в согласовании с нашими органами власти. Алла Викторовна, давайте продолжим. Шесть минут у нас остается где-то до окончания эфира. Еще многое хотелось бы успеть обсудить. Кризисный центр. Работает месяц. За это время кто успел в нем побывать, остановиться, кому оказывали помощь? Пять человек у нас живет в кризисном центре. Уже, слава Богу, за этот месяц два человека у нас трудоустроены. Это дорогого стоит. Как сложится у них дальше жизнь, никто не знает. Но знаю только одно, что попав к нам, мы дали человеку еще один шанс встать на истинный путь. Вернуться в тот социум, в котором он раньше жил. Может быть, даже семья, увидев его на экране, пожелает вернуть папу назад. И я думаю, что вот этот шанс, он крайне необходим этим людям, потому что они пришли с улицы. Они пришли голодные, холодные. Мы их одели, накормили. И сейчас они уже размышляют, что нужны там деньги на проезд и прочее. И эту проблему уже решили. Мы купили проездной билет, они сейчас ездят, трудоустраиваются. Мы участвуем в ярмарках вакансий, смотрим, какие предоставляются вакансии, предлагаем этим мужчинам. Вот. Я думаю, что многим людям мы еще поможем. Этот проект, он долгосрочный. Центр нам передан Гомельским городским исполнительным комитетом. Вот этот дом нам в собственность. Поэтому я думаю, что очень многим людям он еще поможет встать на ноги, обзавестись семьей, работой и быть полноценным гражданином нашего общества. Но проект дорогой. И затраты ежедневно очень серьезные. В состоянии ли Красный Крест его потянуть самостоятельно, либо нужна вам поддержка спонсоров? Нам очень нужна поддержка спонсоров. Конечно, мы, как говорят, на жизнь не обижаемся. У нас есть мощная поддержка наших первичных организаций. Ну, понятно, что за счет членских взносов и пожертвований, безусловно, нам не потянуть. Поэтому мы приглашаем все организации, всех форм собственности, частных лиц, меценатов поучаствовать в этом проекте и поделиться своим теплом, частичкой чего-то, чего у него много. Ну, а помогая нам, вы помогаете самим себе. Может быть, эта помощь воздаться вам где-то в другом месте. Алла Викторовна, одна из ведущих программ Красного Креста – это служба сестер милосердия. Так, наверное, и начинался Красный Крест. Именно с этой службы. Кому сегодня помогают замечательные сестры милосердия Красного Креста? У нас в области сколько человек под опекой? У нас получается 13 медицинских сестер милосердия и 9 младших сестричек. Обслуживаем мы где-то около 120 человек. Это на постоянном обслуживании. Поэтому мы хотели бы, чтобы еще и был шире государственный социальный заказ, где мы можем брать за государственные деньги себе на работу сестер милосердия. И чтобы они ухаживали за такими больными людьми. Мы не просто просим, чтобы наши сестрички ухаживали. Это люди, которые совершенно остаются одни, у которых нет детей, либо дети проживают далеко, которые утратили свою способность, может быть, к передвижению. Есть даже, вот мы слышали в звонке пары, которые нуждаются в таком уходе. Поэтому служба сестер милосердия, она очень востребована на местах. И я думаю, что не только в городе Гомеле, и во всей нашей Гомельской области. Да, вот как раз в старости и в детском возрасте люди очень зависимы от доброты к ним, других людей. Есть ведь и совсем маленькие детки, которые оказались одни в больницах, и к ним приходит няня Красного Креста вместо их родной мамы. Расскажите, пожалуйста, об этом замечательном проекте и об этих добрых, мудрых, очень сильных женщинах. Да, замечательный проект. Правильно, Воля, подметили. Потому что в этом проекте у нас работают пять нянь. Две в Гомеле и три няни у нас работают в Одном Мозре, Речице и в Жлобине. Благодаря этим женщинам вот 352 ребенка только за прошлый год получили тепло и ласку. Это женщины, которые ходят в больницу как на работу, получают заработную плату в Красном Кресте и ухаживают за детками из детских домов, из приютов, соповские семьи. Те дети, которые без мам лежат в какой-то из сельской местности, где мама не может с ними вместе находиться, но тем не менее ребенок ждет тепла и ласки. И вот такие мамы работают в больницах, и такие мамы рассказывают сказки, меняют подгузники, кормят, заботятся, чтобы она вовремя приняла таблеточку, водят на процедуры. Они служат свою роль настоящей мамой. Помогают выздороветь маленькому человечку, который в трудной ситуации остался один, в очень таком окружении холодном и иногда страшном, пугающем. Алла Викторовна, как обратиться в Красный Крест за помощью? Как сказать о себе, либо предложить ее свою помощь? Помощь предлагать можно в любое время нам. Мы ни от какой помощи не отказываемся. И моральной, и материальной помощи. И всем очень благодарны людям, которые к нам приходят, предлагают свою помощь. Даже если это будет мелкое какое-то действие, мелкое желание, их мы всех принимаем, всех ждем. А если помощь нужна человеку в тяжелой ситуации? Мы всегда придем на помощь и в тяжелой ситуации. Можно просто посмотреть на сайте, какая районная организация. Районная организация по месту жительства, либо в областную организацию. Вас выслушают и чем смогут, тем помогут. Работа в Красном Кресте непростая, но такая нужная людям, обществу, такая благородная. Желаю сил, здоровья всем, кто в Красном Кресте, кто в ваших рядах, кто готов прийти на помощь. Спасибо огромное за диалог. Спасибо вам, Ольга. Председатель Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста Алла Смоляк была у нас в гостях. Спасибо за вашу активность, за внимание. И до встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин